12 мая, протестная суббота, площадь Ленина, город Новосибирск. Владимир Алексеевич Каратаев часто приходит к нам и с пикетами, и просто сегодня с документами пришел. У него все время тема одна. Шариков жил, Шариков жив, Шариков будет жив. Потому что Владимир Алексеевич нам рассказывает о том, как сегодня отнимают жилплощади, не обращая внимания на законодательство. Владимир Алексеевич, какие документы вы нам сегодня принесли, что вы нам хотите сегодня сказать? Мое выступление имело резонанс. Меня вызвали следователи Следственного комитета района, Дружба района. И был опрос у следователя. Одновременно я записался на прием начальнику Следственного комитета района. И на приеме у начальника дополнительно рассказал обстоятельства по моему выступлению. Собственно, при этом я еще добавил следующее, что вынуждает нас ходить, обивать пороги. И что, наконец-то, новое постановление Конституционного суда Российской Федерации от 25 апреля 2023 года номер 20-3П по делу проверки конституционности по таким вот ситуациям, связанным с представлением жилья. А я стою на учете более 20 лет, и жилье мне не представляется. И проживаю при этом жиление, отвечающим нормам безопасности, нормам жилищного кодекса. И как отмечает данное постановление Конституционного суда, вместе с тем основание и порядок приобретения гражданами, нуждающимся в жилище, права пользования жилым помещением непосредственно Конституции Российской Федерации не закреплены. Представляете, проснулись, права не закреплены. А что же Дума думала, когда она принимала жилищный кодекс? Что две статьи вот по этому постановлению признаны недействительными, не отвечающими Конституцией Российской Федерации. Две статьи жилищного кодекса сразу автомата признаны недействительными, и что их надо срочно менять. И при этом ведь механизм какой? Когда принимается жилищный кодекс или статьи его, присутствует представитель генпрокуратуры, и он тоже поднимает руку за то, что быть или не быть такому закону. И в данном случае вот это постановление, когда принималось, был представитель генеральной прокуратуры, конкретно названа фамилия его. И когда я жалуюсь генпрокуратурой по этим безобразием, они все мои жалобы пересылают вот сюда, и последнюю мэрию, и последнюю жалобу они прислали, Хованская прислала в мэрию нарушение всех норм закона. И рассчитано на то, что я не читаю, я не информирован. Вот прямое нарушение конституционных прав Госдумой совершено вместе с мэрией города Новосибирска. Моих прав. Владимир Алексеевич, а можно вот уточнить, вот вас когда вызвали в следственный комитет, у вас, то есть это хорошее же событие, вам что-нибудь пообещали? Пообещали, сказали, а давайте так, мы все это исследуем, и возможно вам не придется снова в суд обращаться с помощью вот этой поддержки. Здорово. Владимир Алексеевич, они сколько сказали срок ждать, сколько месяц, сколько они сказали вам подождать? Ну, мы изучим и позвоним вам. Будем надеяться. Если у вас будут какие-то подвижки, пожалуйста, если будут какие-то хорошие новости, приходите, пожалуйста, чтобы мы тоже поддержали, чтобы мы не только негатив один говорили, а если будут какие-то должностные лица, приходите сюда, назовите их имена, мы им скажем спасибо. А еще раньше, а мне ответил, тогда был мэр Городецкий, он ответил так, представление во внеочередном порядке мне, жилья, придет к тому, что учащие имеют интерес стоящих тоже в очереди других лиц, но при этом, это было ходатайство прокурора, и Городецкий на это вот так ответил, учащие имеют интересы других лиц, но при этом полторы тысячи квартир они разворовали и даже не поморщились, и не ущемило, не ущемило интересов. Владимир Алексеевич, спасибо большое за позитивное выступление, ждем вас еще.